я переехал в москву и у меня было там 4000 рублей от родителей это стресс это большой стресс сколько ты зарабатываешь я проработал настройки полдня глупейший поступок идиотский абсолютно я причем купил кольцо и полгода его возил себя в багажник я просто я останавливаю и говорю так вот на ребят пишите мне в директ ребят какие ребят девочки как может учить тот у кого нет бизнеса здесь и сейчас уже это прям как название моего альбома 1 привет друзья сегодня я иду брать интервью у михаил дашкиева у основателя бизнес молодости заму все вопросы которые интересуют людей которые так или иначе сталкивались с молодостью в чем феномен этой компании почему тысячи людей пляшут на их тренингах как они познакомились петь и лосьбом с чего вообще все началось короче ответим на все вопросы смотрите будет интересно так друзья с нами михаил дашки в бизнес молодость 600 тысяч запросов в яндексе бизнес молодость сотни тысяч людей которые прошли бизнес тренинги бизнес молодости или уже может быть даже миллион нет нет еще много много людей миша скажи в трех предложениях что такое бизнес молодость бизнес молодость это бизнес тренинги живые где участвуют несколько тысяч человек это образовательная онлайн платформа где тоже учатся 1000 человек это софты сервисы плюс это ряд таких уже проектов из области хобби как например там поселок или например блокчейн проект или какие-то там благотворительные проекты это такая большая движуха которая выстроилась вокруг нашей идеологии мы растем в прошлом месяце сделали рекорд 139 миллионов это что это выручка до прибыли сколько 35 мы находимся в покупке долей то больших компаний поэтому идем с трудом очень больше с большим трудом например мы вложили деньги вилгуд это сеть автосервисов их уже 80 штук сейчас 25 новых откроются еще сколько ты зарабатываешь я зарабатываю от 10 до 15 миллионов в месяц в чем феномен бизнес молодость почему она так взлетела до того как мы запустили бизнес молодость мы сами учились но на очень большом количестве образовательных программ собственно учимся и до сих пор постоянно учимся куда-то ездим ездим на тренинги мы не нашли еще ни одного тренинга где в ядро вот в основу было было бы поставлена идея результата да вот то что было там например 0 рублей стало 100 тысяч рублей было 100 тысяч рублей стало 200 тысяч рублей это легло в основу философии когда сосед видит как его сосед вдруг покупает новую машину или приезжает новую квартиру это как минимум вызывает интерес ровно как и обратную штуку что все пытаются ну как бы не понять или не согласиться с этим явлением вот результат короче слова результат как может учить тот у кого нет бизнеса то есть вот есть бизнес тренера есть бизнесмены бизнес тренеры там что-то какой-то развод вот что ты на это скажешь но действительно тот у кого нет бизнеса учить не может но тому как как там зарабатывать деньги у нас бизнес и есть и другой вопрос что основным проектом основным локомотивным действительно является бизнес молодость это тоже бизнес причем очень прибыльный бизнес бизнес молодость сама бы не существовал если в ней не были построены процессы маркетинга и продаж также есть у нас доли и бизнесы в других компаниях например там строительство бытовок в питере есть доля в компании по производству полипропиленовой пленки на упаковочной дальше у нас есть доли в айтишных проектах например там бэм буллет это наш проект это сервис для создания сайтов создано уже сто пятьдесят тысяч сайтов на этой платформе другой вопрос то этот про эти проекты не являются нашим основным проектом но каждый из них в отдельности зарабатывает больше чем многие бизнесы тех кто называют это бизнесом да смотри но это же было так не всегда как раз до этого был очень прикладной опыт в бизнесах потому что до бизнес молодости я начинал с того что я работал там продавцом потом маркетологом потом там руководителем а затем мы начали делать сайты у нас появилась там веб-студия да это не назовешь каким-то особо крупным бизнесом а потом это переквалифицировалось в рекламное агентство маркетинговое агентство и мы как раз достаточно много погружались в бизнеса реального сектора я ездил вместе с продавцами на встречи продавал сантехнику ванны мы ездили в гостиницу старый замок в рязани и раскручивали гостиницу мы раскручивали оконную компанию сколько цель разрушили цветочную компанию это было 10 лет назад я еще был тогда совсем молодой сейчас 30 мне сейчас 30 до мне было 20 лет потом мы открыли свой цветочный бизнес и свой светодиодный бизнес тогда родилась бизнес молодость почему так произошло почему у вас получилось у других не получается благодаря чему мы работали над собой и до сих пор работаем и у нас же не получается большинство вещей от 97 процентов всего у нас не получилось объем того что в чем мы накосячили объем того где мы слили деньги и приняли неправильное решение то есть ошибок огромное количество но эти ошибки нас не останавливают и проблемы нас не останавливают просто если кто-то бы на месте нас возможно бы уже повесился там или плакал бы в подушку от того что вот ну какой-то косяк произошел или что-то еще мы понимаем что но чё тут драматизировать надо увидеть проблему ее решить и мы решали проблему за проблемой проблему за проблемой результат никогда не получается сам по себе это никогда не везение это никогда не случайности ты сам это понимаешь мы вопрос такой задавали окей есть результат что на этот результат влияет вот мы задавали все время такой вопрос что мешает результату сейчас и что убрать и что влияет на результат и что нужно усилить то есть мы семь лет искали системные ошибки своей структуре и точки роста и давили и на то и на то и видимо это принесло какие-то плоды слушая вы поставили цель самолет да мы решили купить джет личный брендированный самолет и благотворительность как расскажи как это было зачем вы это сделали и насколько вы близки уже к этой цели мы начали анализировать что у нас происходит когда мы растем мы тогда поставили себе цель самолет купить это то что просто глупейший поступок идиотский абсолютно ну вот потом узнали сколько стоит слетать чебоксар оказалось три с половиной миллион рублей на самолете да 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 но мы поняли что факт самолета на самом деле вполне возможно что купив его мы его продадим потом тут же в другой стороны мы понимаем что когда-то я думал что вот бизнес-класс например бизнес-классе слетать за 200 тысяч это полный идиотизм точно так же как сейчас я думаю про 3 с половиной миллиона рублей с другой стороны это ограничение в моей голове тот факт то мы слетаем в чебы за три миллиона рублей будет означать либо мы идиоты либо мы создали компанию и создали объем где эта цифра считается нормально значит это первое это вы поставили для того чтобы сделать большой результат конечно для того чтобы сделать большой результат самолет мы сейчас смотрим у нас сейчас кучу вариантов разных они стоят от 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей сразу скажу это не так просто до купить самолет мы решаем сейчас этот вопрос откладываем деньги на этот самолет если у вас есть самолет это не значит что вы богаты может быть вы копили ну да так когда дедлайн когда вы должны купить по моему это август в августе 2018 года в принципе еще есть почти год ябр декабрь самая интересная на самом деле большинству людей это то как вот как как ты начинал вот этот вот момент и второе это именно собственный бизнес как он начинался были ли страхи какие-то как вот конечно огромное количество неудач и страхов и преодолений как я начинал я начинал с того что я переехал в москву и у меня было там 4000 рублей от родителей вот это было есть чебоксар да это были деньги моих родителей у них было денег не так много надо было срочно что-то менять первая надбавка это была там оксфордская стипендия которую я отыграл в университете за активность за все еще плюс 6 тысяч рублей это было очень часто 6 тысяч месяц в месяц за месяц за мои там активность 4 тебе родители каждый месяц правляли и 6 еще стипендии да но как только начали 6 нет сразу 4 отменилась и тогда я зарабатывал дополнительные деньги потому что мне хотелось там гулять с девочкой не только в гуме чтобы было тепло и все даже не есть нигде мне хотелось это на что-то жить и я тогда просто подрабатывал подрабатывал я тогда то промоутером то аниматором где-то то тренером веревочного курса как раз тогда началась тренинговая деятельность натягивали веревки в холоде в зиму там или в лето за такой день работы по сути аниматором ну или инструктором как эпICO назови и развлекая людей на корпоративе я тогда зарабатывал там 500-1000 рублей и устроился менеджер по продажам где продавал в холодную я тогда гордился кстати этим что меня взяли не стажером и менеджером по продажам я тогда не знал что это такая профессия не супер потом престижная как казалось до но я кстати очень рад что я начинал профессии менеджер по продажам потому что я научился продавать тогда и говорить мне посылали куда подальше там по телефону, я весь перетрясся Алло Михаил Геннадьевич Там молодой человек стоит Он с вами договаривался о встрече Кто же? Василий Пичушкин Суперкирпичи Не был никто у меня Это было очень страшно Платили мне тогда 12 тысяч рублей 12 тысяч рублей причем за выполнение плана Потом меня переманили в другую компанию На собеседовании меня спросили Сколько ты хочешь зарабатывать? Я рискнул и сказал 52 500 Потому что проходя тренинг Тогда я поставил себе цель Там был тренинг, где мы ставили цели Я поставил себе цель, что через год Я буду зарабатывать полторы тысячи евро И я стану начальником И удивительно, но сработало И мне начали платить 52 500 Я тогда почувствовал себя богачом Потому что это такой толстый конверт уже Такие зарплаты мне платили Я, конечно, баловень судьбы По сравнению с конвертом, где вообще ничего не прощупывал Потом я уже повышался, повышался Брал уже сопутствующие проекты Они слышали, что я маркетолог Мои там друзья, знакомые обращались ко мне А можешь помочь нам с сайтом? Я сам не программист, я не умею программировать У меня есть друг Петрович Мой одноклассник, он программист И, собственно, мы вдвоем в паре Я продавал, как отец Рубито, я отвожу Сначала мы сделали сайт той самой компании, которая делала веревочные курсы Говорили всем, что это один из наших последних проектов Хотя это был наш единственный проект Но я им очень гордился, потому что я вложил в него душу Потом мы сделали сайт для конной компании Тогда мы открыли лендинги Но их давно уже придумали в Америке Но мы про это не знали Мы продали тогда сложный сайт Я научился уже продавать к тому времени За миллион шестьсот был общий бюджет этого проекта Это был большой успех Один сайт вы сделали за миллион шестьсот? Не сделали, продали Ну, продали Нет, ну вы сделали его? Сейчас я тебе расскажу Это было так Мы сделали большое коммерческое предложение Мы сделали анализ всех конкурентов И в трех версиях Как это вот эконом попроще Вот базовый вариант такой И VIP там, платина Но он сказал нам следующее Вы можете, окей, окей, говорит Давай за миллион шестьсот Но это будет делаться же три года там все Ну, в смысле не три года А долгий проект почти длиной в год Мы можем, говорит Что-то быстро сделать Быстро, говорит За две недели Мы сделали простейший одностраничный сайт Мы врубили этот сайт И поперли заявки Это было таким феноменальным открытием Потому что вдруг поперли заявки По двадцать в день Против одной в день Нам говорят Ну, молодцы, ребята Вы настоящие профессионалы И нам нужно было удерживать неудивленное лицо Типа, ну да, вот мы же профессионалы Но мы тогда просто охренели Ни хрена себе Тогда, по сути, мы изобрели велосипед Тем самым мы нащупали лендосы Ну, лендинги Тогда мы еще не понимали, что это лендинги Тогда мы еще не понимали Мы понимали, что это то твердое, что дает результат У вас не было там Вот сейчас самые правильные вопросы У вас не было ИП там? Было, было, было А, было, нет? Когда ты решил, что типа, блин, вот пора уже ИП Вот надо уже После того, как я уволился с работы в 2008 году Тогда уже надо было как-то А почему ты уволился с работы? Было уже 52 500 или уже больше даже? Уже было 100 Уже было 100 100 тысяч С подработками все 150 А некоторые стреляли вообще крупный проект Потому что я абсолютно в прямую говорил Я еще параллельно занимаюсь проектами Тогда мы уже зарабатывали деньги на сайтах Да На маркетинге, на услугах, на рекламе Я понимал, что если я посвящу все это время туда Это был риск, это было страшно Это было реально страшно Потому что я понимал, что... То есть вначале это была подработка? Это была подработка Была основная работа и там еще какие-то... Да, и какие-то такие шарашки, левачки Только эта подработка, она совсем на немного по доходу Отличалась от дохода в основной работе Именно в этот момент мне было просто спрыгнуть с одной лошади на другую Продолжать ехать Мне не надо было ничего начинать с нуля Мне нужно было просто усилить то, что мы и так делали Но на этот раз посвятить этому 100% своего внимания Расскажи, как появился Петя? Если ты хочешь свой бизнес Если ты хочешь зарабатывать на нем достойные деньги Если ты действительно хочешь все это сделать Гарантировать Казино-Вулкан Петя появился очень интересно, мистически Потому что мы из одного города Мы учились в школах напротив И мы общались Но каждый из нас шел своим путем Вот тот путь, про который я рассказываю Это тот путь, по которому шел я Он шел своим путем Он работал в политических компаниях В избирательных технологиях Он провел огромное количество выступлений Он наращивал свое ораторское мастерство Он работал с подростками Он работал в ораторике с Гондопасом У него был богатый опыт Тоже проектной деятельности Разный И мы просто начали часто видеться На одних и тех же мастер-классах, семинарах Мы тоже учились достаточно много На улице На Красной площади один раз Просто случайно встретились В метро в одном вагоне И вот так вот Раз, 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 раз И все чаще, 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 чаще Как будто судьба друг к другу двигала Мы один момент просто взяли Решили пойти там поесть Пошли в Чайхану Так с Чайханы все и началось То есть мы тогда сказали Поделились просто каждый своим жизненным путем Мы поняли, боже мой Мы говорим как будто про друг друга Я нашел в лице Пети полного единомышленника И мы тогда сказали Давай напишем книгу Книгу о своем пути То есть мы не хотели какой-то проект делать Компанию Это вам сколько тогда было? Ну, в семь лет назад Или в восемь лет назад Ну, семь с половиной Да, двадцать три Вы решили написать книгу Да, то есть мы решили написать книгу Такую, типа вот бизнес-молодость как раз То есть прикол-то было не в том, как в сорок лет Чего-то достичь А как вот здесь сейчас, пока ты молодой, дерзкий Когда ты можешь кайфануть там от Тачилы, который ты купил То есть когда ты можешь там путешествовать То есть задача была победить время Телепортироваться, но на другой уровень Служеду прям как название моего альбома первого Здесь и сейчас Ну да, то есть, ну, хотелось здесь и сейчас Была такая неуемная жажда Ну, достижения чего-то И жажда результата И тогда как раз это все началось Мы выступили там, в высшей школе экономики Мы почувствовали, какая энергетика была в зале Как все ломанулись к нам Как и собрали людей, вот это первое Вы в Чехане, сели в Чехане Сказали, так, надо книгу написать Я позвонил своей знакомой Наташи там, Федотовой Высшую школу экономики Я выпускник высшей школы экономики Это моя альма-матер Я сказал, если хочешь, можем вот выступить А потому что мы друг друга знали Вот на эту тему, давай сделаем там встречу Давай, мы обозначили тему А Петя мне звонит и говорит Миша, слушай, что-то тут народу-то нету особо Там лето Все разъехались Я говорю, ну, ничего страшного Нам все равно нужно было книжку записать Я говорю, сейчас наговорим контент там Расшифруем потом его Ну и отредактируем Да, там, пусть три земляка посидят То есть, это достаточно Мы заходим в аудиторию Я захожу в аудиторию Смотрю, 300 человек сидит Ну, полный зал Это лето Битком, лето, да То ли тема, то ли кто-то там знал нас Ну, вряд ли Тема скорее Сама тема, она прям Такая тема была? Я не помню Я реально не помню То есть, ну, там что-то было Такое вот Успех Ну, мы старались не использовать Такие попсовые выражения Успешный успех Ну, вот что-то такое Как телепортироваться То есть, или с точки А в точку Б Ну, что-то такое вот это было И тогда мы написали на салфетке Вот эти первые техники там Техника НТКЗЯ Опять же, общаясь с успешными людьми Общаясь с миллионерами Общаясь с людьми, которые чего-то добились У них есть одна общая черта Как только мысль приходит им в голову Они моментально, сразу же делают первый шаг по ее исполнению Как же в итоге переводится техника НТКЗЯ Она переводится очень просто Не тяните кота за яйца Ну, прокатит, прокатит Прокатило Ну, то есть, они прям бегом понеслись к нам Сломя стулья Это даже видеозапись есть Круто Где люди, сломя стулья, к нам бегут записываться И мы тогда вечером сели и подумали Ни хрена себе Сколько записалось людей? 40 человек или там 50 человек 45 тысяч Да, 200 тысяч рублей То есть, ну, мы тогда ничего себе подумали То есть, в этом есть потенциал Слушай, вот сейчас бизнес-молодость И то, что было 7 лет назад Какие главные отличия? Ну, сейчас есть миллиард А тогда не было Это главное отличие Это хорошее отличие, я вам хочу сказать На основной программе БМ на цехе Люди переодеваются в викингов Переодеваются там в Гарри Поттерах Прыгают, танцуют Расскажут, что происходит, почему И откуда это пришло? Раньше такого не было? Ну, мы все время чудили Этим мы славились всегда То есть, ну, были разные штуки Во многом это произошло после поездки на Тони Роббинса Мы сами поразились Мы пришли тогда, смотрели все это дело Смотрим, все прыгают, орут, танцуют Мы думаем, боже мой А что происходит? И я тоже так поплясал вяло Покричал так вяло Да Как мытищинский депутат Да, в клубе, который стоит с мохито Ну, или там с чем-то А потом я понял Что это нужно не просто для шоу Что это держит уровень энергии Раз И драйва два Что скучно сидеть и просто записывать лекцию На результат То, что выглядит как Такое вот серьезное обучение Не влияет Если мы что-то делаем в бизнес-молзе Значит, это, по нашему мнению Влияет на результат прямым образом Когда мы поняли, что Есть такая штука, как боевой дух Потому что два месяца в цехе Это очень сложно Надо запускать сайты Надо продавать Надо выполнять задания Надо ставить себе цель на неделю В деньгах причем В деньгах Это стресс Это большой стресс Если бы мы не создавали к этому стрессу Драйв Фан Юмор Энергию Люди бы просто не выдерживали Телу просто нужно отвлечься Потанцевали Все, драйв Классно Все, супер Это помогает впитывать знания лучше Это помогает впитывать знания И это помогает снять серьезность своего лица Странный парадокс Чем серьезнее лицо у человека Тем меньше у него результат Как правило Чем больше результат человека Тем проще у него лицо В этом смысле далеко не всем просто взять и начать танцевать Очень многих людей И меня в первую очередь Это была моя проработка Петя может легко Ему не важно, что о нем думают другие Для понимания Петя недавно проводил вебинар На котором присутствовало несколько тысяч людей В лосинах Я тут сидел на стульчике В беговых лосинах И я думаю, что бизнес будущего Он за тем, чтобы не сидеть в пиджаках А вот быть самим собой Да, да Ему не проблема То есть, ну Он с детства Ну 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 как бы Ему просто Вести себя вообще без оглядки На мнение других людей Я могу про себя сказать Мне это было сложно Это область моей проработки То есть Я всегда хотел чего-то такого Как раз Социально адекватного Но Бизнес выходит за рамки нормы Новые действия всегда выходят за рамки нормы Когда ты хочешь добиться другого результата Ты должен выйти за рамки тех действий Ну Той нормы, в которой ты жил Если ты будешь действовать из того, чтобы быть хорошим Из того, чтобы у тебя было красивое лицо И чтобы всем понравиться Ну просто не будет результата Вот все Предпринимателем может стать каждый Или нет Или это врожденное Ну Честный ответ Я не знаю сейчас Каждый точно может стать предпринимателем Если он Захочет и будет Меняться Не каждый далеко это хочет делать Это очень болезненный процесс В этом смысле Я точно могу сказать Что если Человек Хочет И действительно Будет готов меняться То он точно может стать предпринимателем Сложно сказать Больше ли это свобода Чем наемная работа Сейчас мы понимаем Что есть два пути просто Путь предпринимателя И путь мастера Что такое путь предпринимателя Это когда ты вынужден разбираться во всем Но по чуть-чуть Мастер Совершенно другой путь Он на аутсорсинг предпринимателю Отдает все остальные непрофильные функции И он в своей одной области Доходит до мастерства Он идет вглубь, 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 вглубь Как японский мастер Который рисует один и тот же иероглиф Сложно сказать Кто будет иметь больший доход на самом деле Реально крутой сварщик Будет зарабатывать больше Чем псевдо предприниматель Успешные состоявшиеся предприниматели Они все равно срывают джекпот Потому что я не могу представить топ-менеджера Или даже дизайнера Который бы, например, зарабатывал столько, сколько и я Ты недавно женился Я смотрел это офигенно Я тебя поздравляю Я смотрел запросы в Яндексе Это, конечно же, хип На первом месте Даже к ним женился Расскажи Плюс 12 тысяч подписчиков сразу во время свадьбы Реально? В инстаграме, да Это кайф Хороший повод Блин, ребят, если я захочу сделать 12 тысяч подписчиков Пишите мне в директ Ой, ребят, какие ребят, девочки Короче, ты недавно женился Расскажи Первое, почему так долго Сколько времени прошло? Шесть лет Шесть лет вы встречались Второе Как ты все-таки принял решение Почему именно сейчас? Почему не два года назад? Почему не через пять лет? И третье Это что изменилось в твоей жизни? Да, это очень хорошая новость И я очень счастлив по этому поводу Это было прикольно Так долго, как недавно на одном тренинге Я понял, что я отношусь к типу людей Которые как раз там охарактеризовали Именно они женятся через семь лет После этого Ты еще рано справился Принял решение На самом деле После тренинга Тони Робинса Я туда поехал И понял, что Дело во мне Ну вот Как бы я все время думал Как же сделать Вот прям огонь Огонь, огонь, огонь Потом понял, что Ну я был причиной Не огня Ну возможно Постарался в себе Это убрать Изменить Исправить И Принял решение Сделал предложение Мне было страшно На самом деле Это сделать Я думал Что сейчас вот произойдет Внутри меня Когда я это сделаю Я причем купил кольцо И полгода его возил У себя в багажнике Это вот реально По поводу страхов Потом я вручил кольцо И я обнаружил Что наоборот Я как-то наполнился Это стало очень круто Дом, семья Личные отношения Стали местом силы То есть это то Куда хочется приходить Идти Хочется проводить время вместе Отношения пошли Вот так вот вверх Очень много изменилось Стало гораздо все Глубже Ближе То есть это было круто Скорее всего И для Влада Потому что Ей тоже было важно Понять что Серьезность так скажем Моих намерений За 6 лет Да, намерений Да И это было важно для меня И Это Очень крутой опыт И сейчас Действительно Я хочу детей Я уже к ним созрел Так что Скоро увидите Маленького Офигенная новость Нет пока еще Никто не беремен Поэтому Да Это как-то Это спойлер На будущее Это намерение Слушай А расскажи Как Предложение делал Выливаются какие-то Мысли Как это сделать Почему Потому что Мне кажется Я об этом Когда думаю У меня такая грусть Это очень Это очень смешная история Потому что Я делал предложение так Я купил кольцо В Америке Приехал его Долго носил 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 Потом В один день Я все же решился Мы идем из парковки Домой У нас тогда был ремонт В квартире Мы жили в соседнем доме Снимали квартиру там И вот мы идем по улице Я просто ее останавливаю И говорю Так Вот На Вот такое было предложение С закрытыми глазами Да Супер Неромантичное Но потом Когда я организовывал свадьбу Ну мы организовывали свадьбу Причем у нас было две свадьбы Одна в Чебоксарах Другая там В Италии Я решил Что все-таки непорядок Что вот так погано Я сделал предложение Я сделал предложение Номер два Мы тоже выходили из парковки И там у меня было Ты у меня отобрал кольцо Не знаю Или как Не-не Мы тоже выходили из парковки И там я организовал как раз Процесс романтичный Там я Прочитал стихи Записал до этого Возникла музыка Пошли мои стихи Я отбежал Выехал на белом коне Верхом Потом все Реально на коне? Да На коне Коня прям взял Потом взяли аниматоров Владиных Они там побежали Вокруг нее Начали кружиться Шарики Шарики Там и все Все дела Музыка Мы потанцевали Затем ее любимая группа сыграла В общем это была полная романтика Она была в шоке Тогда я понял Ни хрена Как работает романтика Я даже не был Блин это очень круто Короче я исправился Реабилитировался Да А в тот момент Когда ты делал предложение Скажи что ты почувствовал тогда Вот прям в этот момент Когда первый раз или второй Был первый Как вот страшно было? Страшно Тогда было страшно Потому что я понимал Что Ну слово не воробей Что это такая Ну этим нельзя кидаться Этим нельзя вот так вот Пробрать И раскидываться На второй Я понимал Что сейчас меняется моя жизнь Несмотря на то Что мы были вместе 6 лет Вот сейчас происходит что-то Настоящее Значимое Серьезное И я больше всего Переживал за то Как Что будет дальше Что изменится И Но все же я предчувствовал Тогда Что будет все хорошо Иначе бы я не сделал предложение И все и стало хорошо Все стало вообще зашибись Круто Я передаю мужикам Многие боятся как огня Я смотрю кучу стендапов И Шутка на тему стендапов Что это самая жесть Жениться там Жена Жена Ну жесть Это юмор Все супер Но В своем случае Могу сказать Что я чувствую Что это был Одно из самых Правильных решений За последние лет 6 Вопрос про Секретного миллионера В котором ты снимался На пятницу Расскажи Все-таки Вот сейчас уже выходит Расскажи Твои самые Вот такие Мощные сознания Что ты понял После проекта Проект интересный Меня забросили В город Рыбинск В форме военной Или в какой-то там Куртке Стремной Я был без денег Без проживания Без ничего Нужно было выживать Это меня не пугало Этот опыт у меня уже был Я два раза так ездил Без денег Я тогда Пообщался С работягами Был в приюте Для бездомных Общался С инвалидами Общался С людьми И понял Что Это замечательные люди Что они очень сильные Они очень трудолюбивые Открытые Добрые Умеющие Любить Наслаждаться жизнью Помогать То есть Очень чистые на самом деле Но они себя называют Простые люди Мы простые люди А мол Богатые люди Это Непростые люди Ну как будто У богатых людей Есть Что-то Что Простым людям Никогда Не получить Связи там Ресурсы Деньги И поэтому Они даже Не задумываются О том Что они Могут Получить Что-то больше Я проработал На стройке Полдня Чуть не Умер вообще От Напряжения То есть Мы таскали Плитку Там Эту С пола Керамогранит Вывез Наверное 50 тележек Керамогранита Тяжелого Перекидал У меня Болели ноги Жутко Я получил 500 рублей 500 рублей Ребята Купили мне Мороженое За 100 рублей Из этих 500 Нет Они Угостили Много Я понял Тогда Это мороженое За 100 рублей Из вот этого 500 рублей То есть Это была Одна пятая часть Адского труда И тогда Я понял Что У Так называемых Простых людей Просто Нету Идеи Что они Могут Реально Достичь Чего-то Большего То есть Есть понимание То что Вот это Наша Жизнь Вот этот Путь Нам Уготован Научимся Радоваться В этих Рамках А то Что можно Учиться Развиваться То что Можно Чего-то Достичь Что их Качеств Будет Достаточно Им не Нужно Супер Образование Им не Нужно Ничего Просто Нужно Открыть Голову Научиться Пойти На БМ Я Многих На БМ Отправил Оттуда Ну Подарил МБМ Да И просто Взять И сделать То что Говорят И жить Не на 20 тысяч Рублей В месяц А на 200 тысяч Рублей В месяц Что Гораздо Веселее Вот Эта Идея В голову Не приходит Это Благотворительный Проект Вообще Секретный Миллионер И Ты Там Помогаешь Людям И Хорошим Классным Красивым Таким Проектом Прикольным Но только Вот Без Жести Без Жести Главное Чтобы Не инвалиды И не бомжи Не инвалиды И не бомжи И у меня И инвалиды И бомжи То есть Я ночевал В приюте Для бездомных Я понимал Как люди Становятся Бомжами И понял Что это Тоже Не веселая История Мне прям Было интересно Как так Получается Что очень Много людей С высшими Образованиями Это люди У которых Ломается жизнь Но их силы Внутренней Не хватает Для того Чтобы справиться С этими проблемами Они попадают На улицу Где им становится Холодно Голодно И грязно Кто-то им Протягивает рюмку Чтобы просто Забыться И все И Самое главное Я понял Что этот процесс Можно повернуть В пять И смотрите Секретный миллионер На пятнице Найдите В интернете Эту передачу Я понял Сколько энергии Я получаю За свой миллион Если этот миллион Создает крышу Над головой Где теперь Никто больше В городе Не замерзнет Зимой Вот когда ты понимаешь Что твой миллион Превращается Не просто там В часы А когда твой миллион Это конкретная крыша Или конкретно Подъемник Для инвалида Который Ну его жизнь Улучшает И это же не значит Что теперь Мне нужно Снять пиджак Там себя Все распродать Этого не требуется Наоборот Я не собираюсь Понижать Свой уровень жизни Я собираюсь Повышать Свой уровень жизни Но существенную Часть своего дохода Я уже раньше И буду Еще большую часть Тратить На благотворительность Наблюдая Эту благотворительность Сам Я понял Что это причина Для меня Чтобы развиваться И становиться богатым Кайф Это офигенно Да И последнее Как это У нас есть такая рубрика Ребята У нас рубрика Прямо сейчас Вы помните о ней Миш Давай от тебя Прямо сейчас Вот ты сказал Про простых людей Про то Что у них нет мысли Что можно жить по-другому Скажи Вот что Ребятам Которые нас смотрят Прямо сейчас Надо сделать Прямо сейчас Надо сделать Чтобы Хотя бы На шаг Стать ближе К большим деньгам К большим доходам К предпринимательству Может быть Для этого Тем людям Которые хотят Которые Вот Какая-то искра У которых горит Чтобы на шаг Стать ближе К большим доходам И к предпринимателю Нужно в свою голову Загрузить Примеры Мышления Идеи То есть Начать Смотреть видео Начать читать статьи Начать смотреть кейсы Начать знакомиться И попадать в окружение С теми людьми Которые уже Делают результат Причем Не надо брать Каких-то Мастодонтов И олигархов Нас Не так Вдохновляют Примеры Людей из Форбс Мы себя с ними Не ассоциируем Слишком далеко Хотя безусловно Они вызывают Большое уважение Но Вас действительно Вдохновит Пример Соседа С вашего двора Который заработал Первые 50 тысяч Мой брат Например Двоюродный Сейчас проходит Цех Он уже заработал 100 тысяч рублей Он никогда Не зарабатывал 100 тысяч рублей Он зарабатывал Максимум 30 Я уверен Что этот пример Вдохновляет Его друзей Гораздо больше Чем Эллен Маск Или там Чем Чем я Например То есть Ну нужно Впитывать Я бы читал Сайт БМ Я бы Действительно Смотрел видео Но сейчас Очень много Крутых видео О бизнесе Твой блог Дима Портнягина Наши видео В БМ То есть Очень много Сейчас идет Предпринимательский бум Надо быть К нему Открытыми Надо понимать Что Развиваясь Ну Вы действительно Становитесь На шаг ближе Просто когда Вы открытые Потому что Модно в нашей стране Говорить Что А я вот Нигде не учился Ну Зашибись Красавчик Короче Ребят Прямо сейчас Посмотрите Три видео В интернете Про людей Которые с нуля Добились Какого-то дохода Просто в Яндексе Или там Вели на Ютюбе Сами забейте И посмотрите Вот на Найдите Сами этих людей И попробуйте Посмотреть на это Не Как бы Не со стороны Типа Блин Да там Все проплачено Это все Там Актеры А попробуйте Поверить в это И действительно Понять Почему У этого человека Получилось А у вас Пока не получается Смотрите Такие видео Читайте книги И Ваша жизнь Станет лучше Спасибо Миш Это офигенски Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok